На территории спорткомплекса «Авангард» состоялось открытое первенство РФЯ Цвнеев по городочному спорту. Участие могли принять все желающие. Соревнования по городкам проходят уже больше 10 лет. В этот раз они посвящены Дню физкультурника. Программа соревнований у нас сегодня в два этапа. Первый этап – это командные соревнования. Команда состоит из двух участников. Каждый участник бросает по две биты поочередно. И количество бит на игру – это 20 бит дается. Побеждает та команда, которая выбила больше фигур и набрала больше очков. В случае равенства баллов назначается переигровка. На втором этапе соревнований участники состязались в личном зачете и определяли свой рейтинг. Каждый спортсмен бросал по 16 бит, по 8 из каждой позиции. Тот, кто набрал больше баллов, чем другие, победил. По окончании соревнований победителей наградили призами, а призеров – грамотами. В Сарове соревнования по городочному спорту – не редкость. За год в городе проходит до восьми соревнований. Процесс у нас уже давно идет. Вначале вроде пошла такая хорошая популяризация, как вы говорите. Народ как бы стал вливаться. Но впоследствии это все происходит от того, что, по идее, инвентаря мало. Немного инвентаря, поэтому не каждый может играть. Здесь бита ломается быстро, поэтому заканчивается. Вне приобретают, допустим, этот инвентарь, но ломается и заканчивается быстро. Тем не менее, организаторы всегда рады новым участникам. Все желающие могут приходить на стадион «Авангард», чтобы самостоятельно потренироваться. По мнению участников соревнований, Николай Голанов – один из лучших игроков. Он занимается городками с шестого класса. Не раз ездил на различные соревнования, в том числе всероссийские. Занимал призовые места. Николай – кандидат в мастера спорта по городошному спорту. Городки развивают глазомер, развивают гибкость, развивают выносливость. То есть это можно сравнить даже с тяжелым видом спорта. То есть гири поднимают то же самое. Мы примерно подсчитывали. За одну тренировку мы перекидываем примерно в полторы тонны железа. Да, то есть полторы тонны. И, соответственно, после городков выматываешься. Вот, болят там и руки, и ноги, ну, если долго не тренировался. То есть, в общем, поддерживаем. Городки поддерживают физическую форму. Из-за отсутствия закрытой площадки спортсмены могут тренироваться только летом и в хорошую погоду. Тем не менее, они продолжают заниматься любимым делом и совершенствовать свое мастерство. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.